Пока взрослые обрещания находятся в приятной предновогодней суете, ребята-одинностиклассники активно учатся. Уже через полгода их ожидает вступительная компания. Времени остается не так много. В средней школе номер 13 молодые люди закрепляют знания не только на уроках, но и на профильных факультативах. Многие уже прошли репетиционное тестирование, которое позволило каждому выявить сильные и слабые стороны. То, что есть несколько этапов репетиционного тестирования, это достаточно хорошо, чтобы проверить свой уровень знаний. И между этими этапами есть достаточное количество времени, чтобы потянуть себя и посмотреть, насколько тебе нужно подготовиться еще больше, чтобы сдать тестирование на отлично. Я узнал, какие темы мне надо подтянуть, в каких темах я силен. Также репетиционное тестирование помогает нам лучше контролировать и планировать свое время, так как это очень важно, потому что на ЦТ ограниченное количество времени. И это очень важно, так как от количества баллов, которых ты наберешь на ЦТ, зависит твое будущее, твое поступление, твоя судьба в целом. Репетиционное тестирование – хорошая возможность подготовить себя к основному этапу. В 2019-2020 учебном году каждый абитуриент при регистрации получил виртуальный личный кабинет. Теперь здесь аккумулируется вся необходимая информация. Фиксируется оплата, а это 7 рублей за один предмет. Сохраняется результат пробного экзамена с указанием неверно решенных заданий. Новая в этом году – это новая система регистрации, которая, соответственно, по сравнению с прошлым годом имеет отличия, причем существенные. Для того, чтобы оплатить за репетиционное тестирование и его пройти, надо на сайте Республиканского института контроля знаний создать личный кабинет, в нем записать все свои регистрационные данные, ну и после получения лицового счета только после этого уже можно идти оплачивать. Причем, так скажем, опять же, можно никуда не ходить, родители, как правило, имеют банковские карточки, можно, сидя за компьютером, все эти вопросы, в общем-то, закрыть, то есть и оплатить, но после оплаты обязательно распечатка пропуска. На выбор абитуриентов 15 предметов. Традиционно лидируют языки – русский и белорусский. Следом идут математика, физика, химия. Правила проведения экзамена остались неизменными. Обязательно наличие у абитуриента паспорта, документа, удоставляющего личность, и именно паспорта, именно самого абитуриента, либо тестируемого, ни в коем случае ни папы, ни чей-то чужой паспорт, ни в коем случае не свидетельство о рождении, а именно, еще раз повторюсь, паспорт, который удоставляет личность этого человека. Черная гелевая ручка, в которой заполняется бланк ответов, пропуск, который он получает при распечатке на принтере у себя дома, либо, соответственно, делать скриншот экрана монитора, для того, чтобы этот пропуск у него был на телефоне. Но желательно, все-таки, в бумажном виде пропуск. Кстати, пройти репетиционное тестирование можно дистанционно на сайте Республиканского института контроля знаний. Следующий пробный этап стартует уже в январе.